ТАКТИКА ЗАПУГИВАНИЯ СЕК НЕ СРАБОТАЛА ПРОТИВ РИППЛ ТЕПЕРЬ СЕК НУЖНО БУДЕТ ИСКАТЬ НОВЫЕ ЛАЗИКИ, ЧТОБЫ ПОДАВИТЬ РИППЛ Об этом говорят люди и склоняются к тому, что РИППЛ в итоге объединится с другими участниками криптосистемы Ну или же эти участники криптосистемы определятся, стоит ли помогать РИППЛ и идти против всех или нет Напомню вам, что ЭТОРа запретил торговлю Ада Кардана и Троном из-за регуляторных проблем Поэтому если мы говорим про то, удастся ли РИППЛ победить, я думаю, что да Нужно всего лишь объединиться, потому что у многих проектов есть проблемы СЕК И данные проекты это не то, что там какой-нибудь трон даже, а это даже проекты, которые имеют масштаб Такие как Coinbase биржа Говоря о других новостях, то что есть позитив, потому что сеть Конзум начала принимать РИПЛ XRP на своем интернет-магазине, интернет-платформе И это крупнейшая сеть супермаркетов Теперь клиенты сети могут покупать продукты, предметы гигиены, товары для дома и другие предметы, в том числе из-за РИПЛ XRP Конзум стал партнером хорватской финтек-компании ElectroCoin, чтобы использовать свою систему PaySect для обличения крипто-платежей Она была основана еще в 1957 году И это крупнейшая сеть супермаркетов в Хорватии Говоря о других интересностях, то что РИПЛ XRP представляет технологию сетевой разведки для борьбы с мошенничеством И они отмечают, что рост цифровых платежей в реальном времени после вспышки COVID-19 привел к тому, что мошенники все больше и больше сосредотачиваются на каналах платежей И мошенничество с приложениями увеличилось на 71% в первой половине 2021 года И уникальная технология сетевого интеллекта ACI Она добавляет еще один уровень к одному из самых сложных решений для предотвращения управления мошенничеством, предоставленных сегодня на рынке Новые способы отраслевого сотрудничества имеют решающее значение для улучшения предотвращения мошенничества Уникальный подход ACI к сетевому анализу поможет финансовым учреждениям и поставщикам платежей разработать макроаналитические данные И побеждать мошенников с помощью достоверных моделей, которые имеют надлежащий вес для всех сторон Поэтому РИПЛ не заключает партнерство, а бы с кем или а бы заключить Ну и также партнер РИПЛ от Рангла, он начинает сотрудничать с Юни Тейлер Да, это Юни Тейлер, кто не знает, он присутствует в Азии в течение двух десятилетий И он стремится расширить свою сеть на 13 развивающихся рынков, включая Бангладеш, Индию, Непал, Индонезию И в таком случае добавится более 58 тысяч пунктов выдачи наличных и 9 платформ электронных кошельков в свою оригинальную экосистему Сотрудничество также позволит Intel получить доступ к РИПЛ.нет и глобальной сети РИПЛ, которая приобрела 40% акции Трангла в марте 2021 года И партнерство даст компаниям интегрировать международные платежные сети и объединять свои технические решения на общем фронте Что принесет пользу азиатскому платежному рынку Поэтому когда хейтеры РИПЛ спрашивают, а что такого в токене XRP, что такого в компании РИПЛ Ну вот собственно и ответ То что РИПЛ она приобретает 40% в компании акции Трангла И в принципе это партнерство оно нацелено на международные платежные сети Оно нацелено на страны, оно нацелено на мир То есть РИПЛ как компания токен XRP это не нечто там что-то внутри США А это нечто за США и которое будет охвачивать конечно же земной шарик Говоря о конечно же рынке стоит отметить, что рынок колбасит Не совсем хорошее конечно же движение на рынке сейчас наблюдается По биткоину наблюдаем возвращение в район поддержки 53 800 долларов На данный момент это зона поддержки у нас локальная И соответственно мы видим, что довольно таки по биткоину не все так сладко Говоря о сделках, говоря о боте Сегодня были закрыты сделки еще днем, когда биткоины и альткоины шевелились И пытались там вырасти на самом деле Если мы зайдем на часовой таймфрейм То биткоин почти дорос до отметки 58 тысяч долларов Сейчас он почти стоит там упал в район 54 тысячи долларов И еще днем в принципе были закрыты сделки 2 по ОНТ Прибыль в общем получилось там по 200 долларов с одной сделки И данные сделки еще открывались ранее И была покупка значит инструмента около доллара Ниже доллара была покупка, да и продажа как следствие выше Закрытие 2 данных сделок Поэтому вот если что будет в описании Говоря про весь рынок криптовалют Есть криптовалют, которые в топ пытаются ворваться Терра, Луна, то есть на самом деле за неделю она дала прирост в 60% Да, сейчас пытаются ворваться в топ Подвинуть до гиккоин, которые на 10 месте по капитализации Другие монеты следуют тренду битка, да и не особо хотят расти Речь идет о большинстве монет Говоря о целом, что на рынке происходит 2,5 триллиона капитализация рынка Пока что мы стоим на месте, да, как-то пытаемся расти Но на самом деле все тщетно Говоря о интересных фактах То, что сегодня практически уже будет добыто 90% всех биткоинов Да, и соответственно сейчас мы наблюдаем Что эмиссия, она стремится к 19 миллионам добытых монет Говоря о том, что по биткоину, по эфириуму Очень примечательно, что у эфириума половина капитализации Всей капитализации биткоина, да, то есть у триллиона долларов у биткоина Да, у эфириума это число полтриллиона, даже чуть больше И также непосредственно объем торговли у эфириума 61% От всего объема торговли биткоина То есть у биткоина 31 миллиард, у эфириума почти 20 миллиардов торгов за 24 часа Говоря о непосредственно том, что же у нас творится с адресами биткоина Очень интересно, что данное падение, оно напугало держателей биткоина Да, и соответственно некоторые из них даже слили биткоин Это говорит о том, что продажа биткоина состоялась, да И те адреса, которые аккумулировали биткоин Они на самом деле испугались, как в июле 21 года Как летом, когда биткоин, соответственно, показывал падение Сейчас почти та же ситуация Зачастую, когда такое происходит, мы летим наверх Индекс страха рожанности сейчас около 30, что говорит о том, что на рынке присущий страх Поэтому данное падение инвесторов заставило задуматься Падение именно речи идет от 69 тысяч долларов за биткоин до почти 50 Если мы говорим про непосредственно холдерах биткоина То, конечно же, в целом ситуация такова Что те, кто держит биткоины от 100 тысячного одного биткоина до одного биткоина Их довольно-таки, кстати, много Но на самом деле тут от 10 тысячного биткоина То есть на самом деле вот эта линия Их довольно-таки много, как ни крути И мелкие холдеры биткоина, да, те, которые раньше покупали биткоин, сливали И причем покупали ни один биткоин, они сливали Сейчас, в принципе, выбирают тактику все-таки холдить биткоин Поэтому вот такие дела Говоря про непосредственно новости То, что инвестор-миллиардер Луи Навилье Он допустил падение биткоина до 10 тысяч долларов Связывает это с тем, что ФРС сворачивает программу количественно смягчения И это должно привести к коррекции рисковых активов В том числе биткоина Чем быстрее Федрезерв будет двигаться Тем большой волатильности мы увидим Я бы назвал уход ниже 46 тысяч долларов Это 200-дневная скользящая средняя желтым флагом Падение под весенний минимум в 28 тысяч 500 долларов Оформление массивной двойной вершины Которая указывает на потенциал возврата к 10 тысячам долларов К слову, это соответствовало бы многим из многочисленных 80% Плюс откатом в его богатой истории То есть он говорит другими словами Что биткоин по бычьим циклам всегда откатывался около 80% То есть если мы с вами вернемся в декабрь тот же 2017 года То мы увидим, что откат был в итоге 83% По итогу потом биткоин начал все-таки как ни крути расти Ну и также тот же рост, который был в 2019 году И затем сопровождался дампом на фоне COVID-19 То есть тоже был откат около 80% На самом деле 71% И по итогу, конечно же, ралли биткоина Данное бы соответствовало его понятию Если мы с вами берем свершинное И коррекцию в районе 80% То это и получается там район, конечно же, 13 тысяч долларов Но не 10, но тем не менее, в принципе, такое, конечно же, есть понимание Но на самом деле данный инвестор пугает И закидывается в рынок такие новости Из-за того, что сейчас и есть паника на самом деле на рынке И я бы, конечно же, там предположил, что биткоин сходит там район 52 тысяч долларов Но ниже на самом деле сейчас не вяжется никак представления Если мы говорим про другие новости То сратник Уоррена Баффета одоблил давление на криптоиндустрию в Китае Нынешняя эпоха более сумасшедшая по сравнению со временем Даткомов Хотя тут бум был более безумным по части оценок Значит, власти КНР правы, что решились и жестко пресекли бум Не позволяя ему зайти слишком далеко В этом аспекте моя страна уступает Китаю Они действуют более зрело То есть он поддерживает Китаю в отношении, конечно же, репрессий майнеров И криптотрейдеров и так далее И он заявил советник Баффета, что я никогда не куплю криптовалюту Я бы хотел, чтобы их вообще не изобрели Но это о чем говорит? Это говорит о том, что он старой закалки человек Он не понимает всю суть биткоина Не понимает всю суть, на самом деле, происходящего Как криптоиндустрия, на самом деле, может толкнуть человечество И поэтому он так и говорит Если мы говорим про, опять-таки, интересное событие То есть Ио Тобом, он вообще заявил, что гораздо более вложить И безопаснее 25 тысяч долларов в биткоин, чем 1 миллион долларов в S&P 500 И если вы не держали биткоин, то не имеете представления о рисках Он уникальный Утверждение, что это слишком рисковый актив Лишено смысла Если актив, по вашему мнению, в 10 раз более рисковый Вы вкладываете в него в 10 раз меньше Гораздо рискованнее вложить 1 миллион долларов в S&P 500 Чем 25 тысяч долларов в биткоин Потому что биткоин показывает на протяжении всех лет Сохранение стоимости и приумножение капитала, как ни крути Говоря про, опять-таки, последнюю новость То, что Джанет Йолан, она заявила о необходимости консенсуса власти Для выпуска CBDC И выпуск CBDC это важное решение, которое требует консенсуса Есть некоторые преимущества, но есть и значительные издержки Шаг может привести к дезинтермедиации банковской системы Знаете, нам лучше проработать все эти плюсы и минусы У меня пока нет собственного мнения Но склоняется к выпуску CBDC Если мы говорим про CBDC, определенно Ripple здесь может сыграть положительную роль Да, и токен XRP может вырасти определенно в цене Можете посмотреть, что из себя представляет CBDC И там в рамках Ripple и так далее Как он будет использоваться Если мы говорим про рынок криптовалют Интересен тот факт, что на недельном таймфрейме Мы довольно-таки на волоске от хорошего дампа Потому что если мы там уйдем ниже района 53,5 тысячи долларов То это будет означать, что действительно биткоин может там просесть Первая зона поддержки, это там район 52 тысячи долларов Вторая это 47 тысяч долларов за биткоин Поэтому на эти уровни стоит обратить ваше внимание Если мы говорим про ситуацию на текущий момент времени То я бы отталкивался от зоны поддержки в районе 53,800 И уже там бы принимал решение покрывать позиции Выходить, заходить и так далее Подводя итоги рынка криптовалюты На самом деле на XRP конечно возложены огромные надежды людей И тактика запугивания SEC она не сработала Организация получала доход за счет налагаемых на компании Против которых судилась штрафы То есть она налагала штрафы на компании И этим жила И SEC старалась запугивать их, чтобы они не сопротивлялись И просто платили Однако в случае с Ripple такая тактика не сработала Теперь SEC будет менять свою стратегию Чтобы и дальше наживаться нечестным способом Тем не менее по мнению пользователей Есть компании Если они объединятся и будут бороться против всех То им удастся победить Тот же Tron, та же Ada, тот же Coinbase Если вот они объединятся с Ripple То в принципе победа неизбежна Всем удачи с БК и до новых встреч